Здравствуйте, дорогие гости и кто-то еще. Вот, наконец-то я получил свою посылочку долгожданную. Почта из Швеции я нашла. Это самая лучшая, мне кажется, почта доходит за 15 дней максимум. Уже вторая посылка. И сейчас мы ее откроем. Итак, заявленная цена почему-то здесь во много раз меньше, чем я заплатил. Потому что это связано с таможенным контролем. Чтоб они не проверяли эти посылки. Кстати, в этой посылке что-то шелестит. Надеюсь, это не понжет. О, надеюсь, может быть продавец нам подарок положил. Хотя, наверное, он такой неизговорчивый был. Тут у нас вроде ничего нет. Что-то шелестит, аж страшно. Упаковано, конечно, очень хорошо. Рейтинг у продавца хороший. Но он жутко неизговорчивый. Это может быть есть минус. Но главное, чтобы он хороший товар ему предоставлял. Хорошо упакованный какой-то он сделал сейчас. Мне очень понравилось. В принципе, и вещь очень недешевая. Поэтому странно было, если бы он ее запаковал как флешку. Забаковал он неодобряйчик. Будет что на досуге полопать. Я не знаю, куда здесь уже режут. Упаковка в Китае какая-то странная. Я должен узнать, что это такое. А, да, я еще заказал с этим панчетом чехол. Кожаный, оригинальный. Соответственно, цена его тоже будет недешевая. Потому что заказывать какой-то заменитель кожи или что-то еще. Они потом расклеиваются. И качество очень ужасное. Мучаешься потом с продавцом. Объясняешь ему, что чехол расклеился. Он тебе компенсирует цену. Зачем это все? Лучше сразу заказать нормальный чехол. Зато это чуть дороже. Вы будете уверены, что он послужит несколько лет. В принципе, как я и сделал. Так как, что только не для себя, конечно. Упаковал, конечно, не пал. Что-то нам не надо. Так. Это, скорее всего, чехол. Что-то тут шелестело. Получает, что ли? Я не знаю, что это за упаковка такая странная. Это наш чехол. Видно, да? Со всех сторон. Сейчас мы его откроем. Марка-модель. На чехле написано. Потому что это чехол упакован тоже очень хорошо. Приятная бумажка такая. Что, силиконовый еще? Странно. А на этом, на картинке, был коричневый. Тут он не силиконовый. Я говорил, что кожаный. С этим я еще буду разбираться, конечно. Хорошо видно, да? Что он черный. Силиконовая, космассовая штучка такая. И совсем он не кожаный. Это еще на продавцу сегодня. Общаемся с ним. И сам планшет. Это нам больше не надо. Что-то там выбрасываем. Кто-то потом будет убирать. Так, как бы его открыть, а? Аккуратненько. Здесь типа требования планшета на китайском. Сейчас мы его откроем. Аккуратненько. Со всех сторон. Теперь все. Планшет на китайском процессоре. Класт, ультра. И все такое. Так. Да-да-да-да-да-дам. Ха-а-а. Есть планшет. Хух. Мягенькая упаковочка. Для чего-то. Сам наш планшет. 9,7 диагональ. Кстати, очень напоминает Apple-овский. Пленочка здесь на корпусе. Заклеена. Планшет под названием X98 Plus 2. Это пласт. Это я все потом расскажу. Камера. Так, заклеен он в пленочку. Интересно, продавец наклеил еще одну пленку под экран. Это неизвестно. Ладно, пока мы вот. положим в сторону. Нет, сейчас попробуем включить. Включается ли он вообще. Пока он включается, мы посмотрим, что у нас тут в комплекте. О-о-о-о. Ну спасибо ему. Хоть что-то сделал правильно. Положил блок. И переходник. Это невероятно. Обычно китайцы этого не делают. Да. Блок у нас на... на 2,5 ампер. А планшет берет зарядку, вроде бы, я не помню. На 5 вольт. Вот есть гнездо на 5 вольт. Но тут кабель другой идет. Зарядки. На микро-USB кабель идет. Ладно. Блочок вроде нормальный. Здесь переходник в комплекте есть. О, кстати, спасибо ему. Положил как раз зарядку. То, что я хотел. микро-кабель. Всякие... О, даже этот положил. Переходничок для мышки. Можно подключать это в планшетик. И в эту сторону мы подключаем мышку и пользуемся как компьютером. Всякие бумажки на китайском, которые нам не нужны. Типа как значок еще какой-то. в принципе планшет работает. Качество экрана, конечно, впечатляет. Очень классно. Пленка мешает маленько. Планшет на базе почему-то он мне загрузил сразу Windows. Я еще не умею пользоваться Windows. Тут Windows десятка стоит. Доступна памяти 36 гигабайт. Всего планшет на 64 гигабайт. Ну и здесь еще Android себе забирает остальную память. Wi-Fi. Что у нас Wi-Fi? Wi-Fi здесь есть. Я не помню пароль. Ну, в принципе, остальные обзоры я расскажу позже, когда я разберусь в этом чудо-устрости. Все. и все. Что у нас есть? Что у нас будет? Продолжение следует...